Я не мог двигаться. Я просто лежал на песчаном речном берегу, и я просто сгорал от лихорадки. Прошло много часов. Стервятники кружились у меня над головой. Я не знал, что делать. Я был так болен. В конце концов, какой-то фермер проходил мимо. Он увидел, что я лежу там, и все сервятники над мной окружатся. Он просто поднял меня, как мешок с сеном, и бросил на бычью повозку, и он отвез меня в бесплатную клинику. Я не буду подробностей вдаваться. Вы можете почитать книгу, если хотите, но врачи и сестры в этой клинике едва ли были более гостеприимными, чем стервятники, которые летали над моей головой. Так или иначе, у меня была лихорадка из-за тифа, очень жесткая. Врач просто давал мне раствор глюкозы, потому что я не мог себе позволить лекарства, у меня не было денег. И в конце концов, когда мне стало немного легче, он сказал, «Ты должен остановиться хотя бы на месяц, если будешь путешествовать так, как ты путешествуешь, ты умрешь». Я думал о бедном Герри, он сидел под той башней, под теми часами, он не знает ничего об этой жизни, кроме того, чему я его научил. И он ждал меня. Я отнял от всех его друзей, от всей его собственности, от всех его денег. Они поклоняются Богу в форме Кришны, в женском аспекте Радхи. Женский аспект Бога — это божественный, божественный, вечный, абсолютный источник прощения, сострадания и любви. И все там восклицают Радхи, Радхи, они поклоняются этой прекрасной богине Радхи, которая пробуждает их любовь. Это было так прекрасно. И именно там я встретился со своим гуру где-то через шесть месяцев, со Шрилой Прабхупадой. Чьё сострадание, чья мудрость переполнила меня. И я захотел посвятить свою жизнь, чтобы поделиться тем, что я получал от него в этом прекрасном месте в Риндаван. И я решил никогда больше не покидать это место до конца своей жизни. И я просто жил на берегу реки, не имея никакой собственности. Это была такая прекрасная жизнь. Я спал под разными деревьями. Я ходил, просил милостыню раз в день, получая кусочек роти или немного риса. Вот это была жизнь. Я ничего больше не хотел, потому что внутри я чувствовал такое глубокое удовлетворение. Я стремился к этой любви. И постепенно я... С каждым разом я всё сильнее чувствовал эту любовь. И там я научился, потому что во Риндаване главная медитация — это джапа и киртан. То есть повторение мантры «Ма» значит «ум», «тра» значит «освобождение ума от всех страданий и беспокойств». Посредством соединения ума с божественностью внутри нас, с любовью к Богу. Я обнаружил, что это любовь к Богу — суть любой духовной традиции, которую я постигал. Во Риндаване я постиг, что суть истинной духовности — это не быть христианином, иудеем, или джейнистом, или заорастрийцем, или сикхом, а именно любить Бога, обрести доступ к этой божественности, божественной любви внутри нас и стать инструментом этой любви. Я верю в это очень сильно. Я находил это, я чувствовал это очень сильно через повторение имен Бога. И вот эта мантра, которую пел Расикананда, — это главная мантра Бриндавана. Ее тысячи, тысячи лет уже поют. И много других мантр являются именами Бога на самом деле. Я никогда не забываю этого. Однажды я сидел на берегу Ямуны, во Вриндаване, и вот эти древние храмы за мной, они звонили в Карак-Лала, и мужчины носили турбаны, они пасли коров и буйволов, маленькие дети играли в крикет, и женщины в прекрасных саре носили глиняные кувшины с водой на голове. Это иной мир, прекрасный. И затем один очень традиционный пожилой саду сел рядом со мной. И он сказал мне, «Этого нет в книге». Я это поместил, но редактор вычеркнул это. Он сел рядом со мной, и он казался самым традиционным культурным символом Древней Индии. И он сказал, «Я хочу тебе кое-что дать, благодаря чему моя любовь к Кришне возросла очень сильно». И мы начали говорить... Он начал говорить о гопи. Гопи — это простые пастушки, которые явили высочайший уровень экстатической любви к Кришне, к Богу. И он сказал, «Я дам тебе кое-что, что помогло мне понять, что есть любовь к Гопи к Кришне». И он дал мне клочок бумаги, который был сложен, и ушел. Я ожидал, что там будет что-то на санскрите, и я не смогу это прочесть. Какой-то древний гимн из Вет. Я не поверил своим глазам, когда я открыл. Это была молитва святого Франциска Осисского. «Сделай меня инструментом твоего мира. Там, где есть ненависть, позволь мне посадить любовь». Я прочитал эту молитву. Я читал ее много раз раньше, когда я был в Европе и в Италии, когда я ходил по монастырям и соборам. Но на этот раз, когда я прочел, я испытал опыт, которого у меня никогда не было. Я действительно почувствовал глубокую связь со святым осийским, франциско-массийским, со всеми святыми всех традиций. И я чувствовал, да, любовь к опик Кришне поможет мне. Это был прекрасный опыт. Суть. Я искал суть. И мой гуру Шива Прабхупада пролил столько любви, доброты, мудрости. Ну, через несколько дней он уехал. Я спал на берегу Емуны, решительно настроен остаться до конца своей жизни. Там моя виза закончилась. Это целая история. Меня искала полиция. Уголовный розыск. Я не мог выехать из страны, потому что они бы арестовали меня за просроченную визу. Если я останусь, меня арестуют, потому что меня ищут. Это долгая история. Но в конце концов, собака, болевшая бешенством, спасла мою жизнь. Если хотите узнать подробности, прочтите книгу. Так или иначе, мне дали разрешение остаться из-за этого. То есть я получил законную визу, чтобы излечиться от той болезни, которая у меня была. И затем... Потому что я заболел бешенством. Это долгая история, но очень интересная. И я отправился в Непал. И я написал своим родителям. Потому что это главная часть книги. Мои родители... Я сказал им, вернусь через два с половиной месяца на следующий семестр в колледже, и они любили меня, они беспокоились обо мне. Гэри может подтвердить. Он знал прекрасно моих родителей. Я знаю его родителей прекрасно. На самом деле, недавно я был с матерью Гэри, и с его отцом тоже. И Гэри подарил им книгу «Путешествие домой». Они прочли ее. Вместе с его дядей Ральфом. Я спросил его мать, «Вам понравилась книга?» И она повернулась ко мне с убежденностью и сказала, «Как мне она может не понравиться?» Ведь вся эта книга о моем сыне. Это самый прекрасный отзыв, который я когда-либо слышал. Так или иначе, мои бедные родители, они беспокоились обо мне очень сильно. Когда я не звонил им вовремя, когда я учился в колледже, когда я возвращался поздно домой, и вот я... Прошло два месяца, три месяца, четыре месяца, и они ничего от меня не слышали. Они были без помощности, они не знали, где я был, что происходит. Учебный год в колледже уже начался, а меня нет. И затем, через четыре месяца, в конце концов, они получили письмо, в котором говорилось, «Я больше не с Герри». В конечном итоге, мне пришлось покинуть Непал. Я жил в месте под названием Долина Покура. В те дни это было очень изолированное, далекое место. Туда ходили только охотники на вершинах Гималайф. Я слышал, что это самое прекрасное место на земле, гора Анна Пурна в Гималайфе. Прекрасное место. Я ходил там на озеро, я плавал на нем на лодке. По нему на лодке выдолблены из ствола деревом из восхода до заката. Я там повторял имена Кришны и Радхи, изучал Бхагавадгиту и молился. Это было прекрасно. Я нашел пещеру. Это была потрясающая маленькая пещерка. Как я ее нашел? Я шел по джунглям. Там была такая маленькая тропинка. Я ее пересек, и я услышал шум реки. Я обожаю спать на берегу реки. Я начал идти под ножью горы, к реке и по дороге. Я столкнулся с большим обрывом. Я не мог уже больше спускаться. Я посмотрел вверх, и там была пещера в стене этого обрыва. Я сделал это своим домом. Каждый день я ходил на озеро, затем я возвращался в пещеру ночью. На следующий день мне нужно было уезжать. Моя виза заканчивалась. Я транзитом поехал через Индию через Дели, и я должен был покинуть страну. Я шел там уже последний раз. Я пересек одну небольшую дорогу в безвредном месте за много миль от любого города. Я начал спускаться с горы, и я уже встал. Сделал шаг вниз, и вдруг автобус пролетает мимо. Неожиданно автобус останавливается, может быть, в 50 метрах впереди меня. резко затормозил и остановился. Я услышал какой-то крик. Я обернулся, и я не знал, что происходит. Я уже спускался с горы, и я еще стоял. Одной ногой спускался, другой стоял на горе. Я увидел, что что-то бежит по направлению ко мне. Я думал, тут много в Индии разных грабителей, разбойников, я думал, что, наверное, какой-то парень увидел западного в джунглях одного, и он сейчас грабит меня, и я стоял. Там было темно, он приближался, приближался, и я думал, что происходит. И он приблизился еще, и я увидел, это был Герри. Не сможешь от меня избавиться. А все остальное можешь рассказать. Кто-то из вас был в Индии? Хорошо. В Индии автобусы? Даже до сегодня. Там у них нет полноценных автобусных остановок, если вы хотите остановить автобус, там веревка такая, вы тянете за нее, и там сигнал получает водитель, и останавливается. И я уже клевал носом, потому что мы путешествовали, мы хотели к подножию горы Эверест отправиться. И я отдыхал на сиденье, и автобус подпрыгивал. Я как-то мимолетно глянул в окно, и в этот момент я увидел его, он собирался спуститься. И в свете фар я увидел, это монах же ведь, боже мой. Помните, в прошлый раз он не пришел на назначенное место, я не знал, где он находится. Много месяцев прошло, может быть, шесть или восемь месяцев, я не помню. Почти год я путешествовал по Индии, но я испытывал, получал собственный опыт путешествия. Я сказал своему попутчику, это целая отдельная история, но это тот, кого мы с Арданатхом знаем. Я встретил его в Дели, и в воле случая он отправился в Гималайи. Я увидел вот его фигуру во свете автобусных фар. Он уже хотел спуститься в джунгли. Я дернул за веревку, водитель остановился, он был потрясен. Ты хочешь сойти здесь? Здесь нет ни деревень, ничего. Куда этот парень вообще идет? Я слышал, как индийцы заговорили, эти парни точно сумасшедшие какие-то. Так я остановил автобус, мы сошли с него, взяли свои рюкзаки и снова воссоединились с Арданатхом. Через столько месяцев. Он должен был уехать на следующий день, потому что он возвращался в Америку. Знаете, у него было 250 долларов. Для меня это потрясающе было. Он живет еще в пещере. Он пьет воду из ручья, практически без пищи. Я подумал, у него 250 долларов. Он же мог бы получше жить, чем то, как он жил. Я помню, у меня мысли не было, что я здесь деньги могу потратить. Просто у меня мысли такой не было. Я их просто отложил на билет. И когда он сказал, это было как пробуждение. Я сказал, Герри, я вообще забыл, как тратить деньги. Я не тратил ни цента. Мы проговорили всю ночь. На следующий день он должен был отправиться в Америку, обратно. Наши дороги снова разошлись. Я остался еще в Непале. Путешествовал. Я путешествовал автостопом из Индии в Европу. Провел два года в Африке, два года в Южной Америке. В целом, мое путешествие длилось пять лет. Но именно тогда я последний раз его увидел. И прошло с тех пор 18 лет, прежде чем мы снова встретились. И при этом мы никак не... Мы даже не знали, где другой находится. Как мы снова встретились. Эта история потрясающая, но, возможно, вам нужно книгу прочитать, потому что времени уже нет. Так или иначе, я с вами, Герри, является инструктором бодибилдинга в зале Алабу. Спустя 18 лет, это то, что мы узнали вдруг о друге, когда мы снова встретились непостижимым образом. Я помню, он посмотрел на меня, я посмотрел на него, сейчас у него, у меня бритая голова, у него прическа. Я просто худой с вами, а он бодибилдер из Малабу. Личный тренер. Как бы ты это ни называл. Я помню, когда мы посмотрели друг на друга, я увидел в его глазах, что у нас вообще общего. Он посмотрел в мои глаза и подумал, что у нас общего. Спустя 18 лет, у нас не было связи никакой, и мы просидели, всю ночь проговорили в Малабу-бич, в доме его дяди. Я помню, Гэри меня спросил, он сказал, как мы можем быть друзьями по-прежнему, когда у нас нет ничего общего. Он сказал, «Вся моя жизнь, всю свою жизнь я учу людей, что если у вас красивое, сильное, здоровое тело, вы будете счастливы». А ты всю свою жизнь учишь людей, что они не тело. Что тело — это просто оболочка, что есть душа. Я помню, мы проговорили всю ночь об очень сокровенных вещах. Мы вспоминали все, что делали за 18 лет. Я сказал, Гэри, чему я научился у своего гуру и своих открытий, это то, что тело — это храм Бога, и тело — это священное место. Так что ты учишь людей тому, как поддерживать в порядке храм, а я учу их тому, что они должны делать внутри. Мы будем командой. Гэри сказал, да, мы будем командой, мы будем вместе снова. И с тех пор мы команда. сиквел — последние 7 лет, 5 лет я возвращался в Индию, посещал его, у него там прекрасный храм, прекрасные преданные, на его приходе, их называют преданными. Это замечательные люди, очень любящие, добрые люди. Они приняли меня. я знаю, почему они меня приняли сначала. И когда я вернулся домой, я понял, что да, Гэри, ты был прав, это самые лучшие люди, с которыми ты мог встретиться. И нам сейчас не нужно терять друг друга уже, потому что сейчас есть сотовые телефоны, даже в Родганатхе есть компьютер. Так что это прекрасная история, прекрасная дружба. И его книга потрясающая. Если вы еще не читали, вы должны прочесть.